Значит, аналогичная история. Следующий подход, который мы будем делать, мы тянуть не будем, это наши леса. Это наши леса. Я прошу продумать уже сейчас, потому что я думаю, что в следующей моей поездке я узнаю, что у нас в лесах происходит, хотя и сейчас не докладывали. И третья наша поездка, это наш животный мир. Я вот сам не охотник, да? Ну, люди, такая страсть есть. Я, кстати, не понимаю вот эту страсть убивать животных. Вот раньше русские башкирские мужики, если хотят медведя бить, они треногу брали и шли туда один на один. Понимаете? Они из ружья, который там полторы километра бьет. Значит, есть факты, когда покупают лицензию, и потом, значит, в наших башкирских лесах приезжают со всей страны, и там из пулеметов только всю живность уничтожают. Зачем это допускаем? Там я вам отдельное поручение дам. Глава Баймахского района указывал мне на деятельность некоторых лиц. Сегодня же, значит, вникните в эту историю и посмотрите там. Значит, берут лицензию на охоту. Никакой деятельности по содержанию, по подкормке, отстрелу бешеных животных. Вот ничего не делать, что в рамках лицензии. Зато толпами приезжают, значит, со всей России. И там, я говорю, в лес люди боятся зайти, там пулеметы только не стреляют. Понимаете меня? Это вот три темы, которыми мы постепенно будем заниматься. Камень, лес и животный мир. И отживу от вас. Вот не превращайте республику в нашу, в некоторый заказник, куда все баловаться ездят. Пусть ездят другие регионы. Здесь зачем нам это нужно? Или охота должна быть предельно цивилизованной и щадящей. Садитесь, пожалуйста. Вообще во многих народах, чтобы понимали, медведя убивать это грех большой, потом который аукается. Ладно, это эмоция, значит, но после чего я вам все сказал. Это возмутительно и преступно. Значит, я прошу, Леонид Рашидович, сегодня создать группу по согласованию. Туда войдут все, пожалуйста, правоохранители. Выйдите, пожалуйста, на руководителя наших правоохранительных органов. Алексей Анатольевич, просьба оказать содействие. Михаил Иванович. Значит, и в течение недели мне предстоит план. Ставьте туда, я не знаю, останавливайте это все. Это большая тяжелая работа. Ставьте камеры видеонаблюдения круглосуточные. Я некоторым коллегам там, которые при власти не доверяю, включая правоохранительные структуры, не доверяю, если они все эти годы, значит, позволяли этому. Придумывайте меры, чтобы я понимал, что все это остановилось. А потом начинайте решать экономические меры. Как с этим быть? Я вот пока персоналия не трогаю здесь, коллег сидящих, которые заотвечают. Вас, товарищ министр, значит, который за копейки это продает. Служба природнодзора, федеральная структура. Кто у нас природнодзор представляет? Вы, да? Садитесь, пожалуйста. Значит, вы чем занимаетесь, мне тоже непонятно. Главы администрации, которые сидят, которые мне сейчас жаловались, ваши полномочия тоже там есть. Хотя я понимаю, вы просто сами не в состоянии с этим бороться. Скорее всего, отсюда, вот с этих кабинетов там указания идут. Мы договорились тогда, просьба организовать взаимодействие. Вы на своде и просьба оказать нам поддержку. И этого не должно повторяться. Мы переходим в нормальное, цивилизованное. Продолжение следует. Продолжение следует...